Несмотря на падающий рынок, низкие объемы на биржах, на то, что институциональные инвесторы и другие крупные игроки молчат обо всем этом, кто-то купил 133 тысячи биткоинов за последние 4 недели, при этом минуя биржу. Это так называемая небиржевая сделка, заключенная напрямую между людьми, а не через биржу. И сегодня, ребята, у меня есть этому доказательство. Всем привет, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать на мой канал. Канал, на который вы подписываетесь, чтобы быть в курсе происходящего в мире криптовалюты. Я считаю, что информация, о которой сегодня пойдет речь, чуть ли не самая ценная и актуальная из тех, которая попадала в мое поле зрения. Многие из вас, наверное, даже об этом и не слышали. Сегодня я покажу вам, что прямо сейчас, когда все находятся в депрессии, биткоин втайне массово покупают, минуя биржу. И об этом практически никто не знает. Прямо чувствую, как вы сжали кулаки и говорите, о, реально? Докажи это. Хорошо? Окажите себе услугу, налейте чай, откройте пачку печенья и досмотрите это видео до конца. Потому что под конец этого ролика я постараюсь раскрыть вам глаза на то, что действительно здесь происходит. Ведь они не хотят, чтобы вы знали о происходящем. Они хотят это скрыть от людей. И даже крупные медиаресурсы молчат об этом, что и неудивительно. Фактически, СМИ даже пытаются скрыть эту информацию от нас. Откуда же я это знаю? Все очень просто. На самом деле, средства массовой информации хотят, чтобы вы увидели только это. Майнинг биткоина может вызвать изменение климата. Биткоин вскипятит океаны. Нас ждет радикальное изменение климата всего через 20 лет из-за биткоина. Все эти статьи имеют только одну цель – испугать вас, заставить вас продать свои активы. И какое же совпадение, что все эти статьи вышли чуть ли не одновременно на Форбсе, Телеграфе, Бизнес Инсайдере и других крупных ресурсах. Все они создают атмосферу сомнения и страха, заставляя вас держаться подальше от биткоина, пока они инвестируют. Несложно понять, зачем они это делают. Они хотят, чтобы эти курсы, эти цены оставались такими же вкусными и низкими, по крайней мере до тех пор, пока они не будут готовы. А когда они будут готовы, мы услышим этот звук переключателя и увидим, как все эти медиаприспечники скажут «Все в порядке, ребята, игра запущена». Давайте посмотрим, как высоко сможет вырасти биткоин. В любом случае, давайте уже приступим к расследованию, которое я вам подготовил. Не забудьте поставить лайк, таким образом вы поддержите наш канал в развитии. Если вам нравятся мои расследования, если вы хотите, чтобы и другие люди о них узнали, поставьте лайк. Вам ничего не стоит потратить пару секунд, а каналу это сильно поможет. Спасибо. Эту статью написал человек по имени Торстен Хартман. Он имеет два образования, политическое и экономическое. Его статья описывает то, как пять тайных организаций на пять разных адресов за последние четыре недели приобрели более 133 тысяч биткоинов, минуя биржу. Хм, четыре недели? Опять совпадение? Это же те самые четыре недели, на протяжении которых мы наблюдаем эту жуткую стагнацию рынка. Но теперь мы знаем, что за этим графиком скрываются тайно приобретенные биткоины на многие сотни миллионов долларов. Одно из преимуществ блокчейна это публичность и неизменность записей в нем. А все, что происходит в цепочке блоков, будет одновременно и анонимно и на виду у всех. На сайте BitInfoCharts вы можете проверить топ-100 самых богатых адресов биткоина. Грубо говоря, это биткоин-миллионеры. Конечно же, там можно проследить записи и других менее богатых кошельков. Мое внимание привлекло то, что в последней неделе было создано несколько адресов с транзакциями на сумму около 10 тысяч биткоинов, что где-то 65 миллионов долларов. Среди таких адресов существует 5 с балансами от 11 до 55 тысяч биткоинов. Причем все они были приобретены на протяжении 4 недель с конца сентября и до последней недели октября. Суммарно эти 5 адресов насчитывают более чем 133 тысячи биткоинов. Это приблизительно столько же, сколько хранится на холодном кошельке Bitfinex и даже больше, чем на Binance и Bittrex, на чьих холодных кошельках хранится 129 и 107 тысяч биткоинов соответственно. Это огромные институциональные деньги, входящие на этот рынок и входящие незаметно для всех остальных. Это показывает, что большие объемы денег уже поступили на рынок биткоинов, но при этом сохранилась странная цена биткоина, стабильность которой продолжается дольше, чем все ожидали. Это в свою очередь доказывает теорию, что финансовые институциональные монстры уже открывают позиции на криптовалютном рынке, но делают это тихо и незаметно, используя в ней биржевую торговлю, так называемый OTC. Ниже предоставлена табличка адресов этих организаций, купивших более чем 133 тысячи биткоинов за последний месяц. Это видно по датам, все началось 25 сентября и закончилось 10 октября этого года. Вторая колонка показывает количество приобретенных биткоинов, а в третьей предоставлен долларовый эквивалент. В этом видео мы обязательно сравним эти показатели с актуальной информацией. Конечно же мы не можем узнать личность владельцев этих адресов, а может и вовсе все они принадлежат одному лицу, тем не менее я точно могу сказать, что существует не так много людей, которые могут позволить себе транзакции свыше 10 тысяч биткоинов при курсе в 6400 долларов за монету. Следовательно я предполагаю, что все эти операции совершались финансовыми институтами. Давайте проверим эту табличку, чисто для того, чтобы вы убедились, что это не какой-то фотошоп мастер. Итак, первый адрес на время написания этой статьи имел на счету 55 тысяч биткоинов. Последняя транзакция совершалась в октябре 2018. Собственно вот этот кошелек, я его нашел, как мы видим владелец адреса докупил еще биткоинов, теперь их 57679. Последняя транзакция совершена 29 октября, а впервые транзакция была совершена 18 октября 2018 года. То есть это совершенно новый, свежий адрес. За последние 10 дней этот кошелек принял почти 60 тысяч биткоинов. Давайте еще один кошелек проверим, вот этот например. На нем сейчас 22100 биткоинов. Вот он, все без изменений. Собственно этот адрес впервые принял биткоин 11 октября 2018 года, что было совсем недавно. Тоже молодой, только недавно родившийся кошелек. Миллионы долларов аккумулируются в этих кошельках, в то время как цена биткоина остается в стагнации. Возникает вопрос, почему эти киты покупают вне биржи? Я попробую ответить. Причина простая. Большое количество публичных криптовалютных бирж, таких как Binance или Bittrex, не могут обеспечить должную ликвидность, чтобы удовлетворить огромные ордера на покупку или продажу. Если такая биржа попробует исполнить ордер размером в сотни миллионов долларов, произойдет то, что называется проскальзыванием ордеров. По сути это изменение цены, по которой исполняется ваш ордер. В основном это проскальзывание будет исполняться по невыгодным вам ценам. Именно поэтому финансовые институты любят OTC. Ведь на OTC площадках они могут договориться о конкретной цене перед совершением сделки без участия биржи. Часто можно увидеть и крупных майнеров, продающих добытые монеты через OTC, чтобы своими продажами не убивать курс. Поэтому нередки случаи, когда крупные инвесторы напрямую покупают криптовалюту у крупных майнеров. А мы в это время видим эту стагнацию курса. Многие разочаровываются и уходят, а остаются только самые крепкие. Такие как я. Более того, несмотря на падение рынка, OTC площадки растут. Хотя из-за падения криптовалютного рынка и они пострадали, но их положение все равно остается лучшим. Например, транзакции вне биржи могут достигать объемов 30 миллиардов долларов в сутки, что намного выше, чем на крипторынке, где за сутки объем едва достигает 15 миллиардов. Сейчас, например, он вообще 11 миллиардов всего лишь. Джереми Аллер, глава компании Секл Интернет Файнэншл, также отмечает трехзначный рост в направлении вне биржевой торговли. Поэтому становится очевидным, что институциональные инвесторы проводят больше сделок вне биржи и покупают криптовалюту на сумму от 100 тысяч долларов и выше. Подытожить видео хотелось бы отрывком из подкаста Unchained. Называется он так. Что говорят на Уолл-стрит о криптовалюте в приватной обстановке и что говорят публично? Очевидно, кому-то очень не нравится эта аудиозапись, ведь ее постоянно удаляют и блокируют. Делится этот подкаст больше часа и под конец эфира был озвучен вопрос, адресованный известному инвестору Барри Зильберту. Что же происходит за ширмой Уолл-стрит? Вы наверняка удивитесь ответу. There's plenty of anecdotes of people being in the JP Morgan building, meeting people about XYZ, digital currency-related, when Jamie makes these comments. What we're seeing right now is, you know, despite the drop in prices, despite the drop in volumes this year, the level of engagement and the level of seriousness that we see coming out of the Wall Street institutions and banks is at an all-time high. It's not, you know, there's plenty of commentators that, you know, say that, you know, Bitcoin's dead, there's plenty of commentators that say that, you know, the bubble's burst and it's over. Behind the scenes, it's kind of full steam ahead right now. Мы несемся вперед на всех парах. Уолл-стрит, 2018 год, о криптовалюте. Подписывайся на канал, если ты тут впервые. Поставь лайк, если узнал что-то интересное или полезное. Обязательно поделись видео с друзьями. Комментируй, подписывайся на группу ВКонтакте, Телеграм. Пользуйся нашим мониторингом обменников. Все ссылки будут в описании. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин